Здравствуйте! У меня к вам такой вопрос. На каком этапе находятся переговоры с украинской стороной, после чего начнется внедрение этой технологии? Уже многое сделано. На самом деле было уже выступление замглавы агентства по электронному правительству Украины о том, что начинается работа по сотрудничеству, внедрение азербайджанской технологии АСАН МЗА, мобильной цифровой подписи. И на данный момент уже был в тестовом режиме подписан первый документ между Украиной и Азербайджаном, сертификатами различных стран. И сейчас уже начались тестовые работы с тремя мобильными операторами Украины. Вот Украина является достаточно развитой страной в отношении IT. Чем заинтересовала эта технология, азербайджанская технология, украинский рынок? Ну, я думаю, сегодня много технологий и возможностей, но очень важно иметь не только технологическое решение, но и ее внедрение, ее использование уже популярности, широкое использование в различных секторах экономики и со стороны граждан. Я думаю, что Азербайджану есть что показать всему миру. То есть мы говорим не просто о наличии технологии мобильной и электронной подписи, мы говорим о ее широком употреблении, о различных услугах, которые созданы в нашей республике. Это более 500 различных электронных услуг, интегрированных с сервисами государственными, бизнесом, банками и так далее. То есть такого широкого проникновения этой технологии мы можем наблюдать не очень во многих странах. Я думаю, что именно это представляет интерес. То есть работающая технология, не просто кто-то создал что-то. На рынке IT известно, что идей очень много, но кто будет первый, кто реализует, тот и выиграет. То есть получается, таким образом Украина видит сейчас потенциал в развитии сотрудничества с Азербайджаном в этой технологии. Абсолютно верно. Я думаю, что нам есть чему учиться друг у друга. Я абсолютно убеждена, почему мы так активно ищем экспортные рынки. Любая новая страна – это огромный потенциал для развития нашей существующей технологии, потому что каждая страна приносит какие-то свои элементы очень полезные. Я уверена, что в Украине огромный потенциал, как вы правильно отметили. Это страна с неграничным интеллектуальным потенциалом, особенно в высоких технологиях. И эта страна нам очень интересна именно с этой стороны, поскольку люди очень активно используют различные технологии в своей повседневной жизни. Я думаю, что внедрение Асан-МЗ в украинском рынке именно даст нам такой толчок, какие-то новые элементы. И, возможно, мы получим какую-то пользу для наших клиентов здесь, в Азербайджане. На конференции, которая прошла в мае месяце, в конце мая вы представили технологию мобильной подписи Асан-МЗа. Но также известно, что вы представили проект цифрового торгового хаба Азербайджана «Потенциал трансграничных электронных услуг между Украиной и Азербайджаном». Кстати, эту технологию представили в Азербайджане. Презентация инновации Азербайджана вызвала большой интерес среди участников конференции. Сначала, вкратце, пожалуйста, расскажите, в чем заключается идея проекта цифрового хаба и какой именно интерес был, вы заметили, со стороны украинских специалистов. Ну, во-первых, я считаю, что была бы правильно отмыслить презентация результатов работы по последнему указу господина президента о создании цифрового торгового хаба в Азербайджане. Я считаю, что это первый такой инновационный стартап, государственный стартап. Мы принято говорить о стартапах со стороны коммерческих структур. Я называю это так называемым государственным стартапом Азербайджанской республики. По большому счету, абсолютно новый подход к электронной коммерции, подход к развитию услуг бизнес-то-бизнес, то есть между коммерческими структурами разных стран, и возможность предоставления новых трансграничных электронных услуг. Ну, грубо говоря, как это будет выглядеть. Вот, это интересно. Допустим, возьмем не Украину, возьмем, допустим, Китай, более далекая страна, очень интересная. И очень потенциальная страна. Да, согласно этому саранжаму, можно получить Асан Мзу в любом дип-представительстве по всему миру Азербайджанской республики. Соответственно, китайский бизнесмен, который решил инвестировать в Азербайджан, первый его шаг он получит в Пекине в посольстве Азербайджанской республики Асан Мзу. В электронном виде он подаст заявку и получит себе сим-карту с Асаном Мзу. После этого он может начинать свою электронную жизнь в Азербайджанской республике. Во-первых, он сможет открыть компанию онлайн. Может один, может со своим другом или партнером Азербайджанской республики. Совместно два учредителя, один в Китае, другой в Азербайджане, открывают компанию. Далее он сможет выполнять все возможные услуги, которые сегодня доступны нашим гражданам. То есть он сможет заполнять налоговые декларации, пользоваться своим банковским счетом, интернет-банком. Может назначить здесь директора азербайджанца, оплатить ему зарплату в электронном виде. Также он может следить за всеми банковскими транзакциями, подписывать их в электронном виде. Он сможет отправить груз таможенный из Китая, оформить все документы в электронном виде и получив сразу же одобрение на прием этого товара в Азербайджанской республике. То есть это неограниченный потенциал, огромный потенциал. Я думаю, что это абсолютно новое видение Азербайджана и создание конкурентоспособности. Потому что очень тяжело конкурировать с большими странами торговыми. Естественно, в плане оборотов, объемов рынка и так далее. Я думаю, что инновация это как раз тот козырь, которым Азербайджан уже начал пользоваться, начал внедрять. Я думаю, что эти технологии это первый шаг действительно стать первым во всем регионе, не только. Возможно, это примеры для всего мирового сообщества. Идея цифрового хаба и хаб слова подразумевает, есть какой-то центр, от которого расходятся определенные товары. В данном случае мы говорим о технологиях, возможно, это идеи, какие-то услуги не физические. В чем суть этого хаба, создания хаба в Азербайджане цифрового? Вы абсолютно правильно отметили, это узел. Другими словами, если говорить на эквиваленте русского языка, хаб это узел. Возьмем этот пример, как только недавно была приведена на Хичване конференция стран Гуам, в которую входит, как вы знаете, Азербайджан, Украина, Молдова и Грузия. И там мы обсуждали возможность вовлечения этих стран в торговый цифровой узел Азербайджана. Что это означает? Значает, что создается центр, в данном случае это наш портал Азэкспорт, в котором все участники трансграничных магистралей, которые проходят через Азербайджан или идут на проливание Азербайджана, смогут все свои операции делать в электронном виде. Соответственно, если товар будет из Украины, через Азербайджан, в Грузию или дальше в Турцию, то весь этот процесс будет сопровождаться нашим торговым цифровым узлом. То есть все процедуры, таможенные декларации со всеми странами-участниками, можно будет делать в электронном виде. Через мобильное ID? Абсолютно правильно, через мобильную цифровую подпись, которая будет у каждой страны своя, со своими сертификатами, будут подписываться соответствующие документы, и все страны будут признавать эти документы, подписанные с национальными мобилами всех стран-участников. То есть мы говорим об очень широкой сети стран, то есть начиная от Китая, это маршрут Шелкового пути, это Россия, Азербайджан, Иран, это Север-Юг, это Тарасек и так далее. Насколько я вижу сейчас, у вас уже подобное сотрудничество осуществляется с странами ИССК. То есть был подписан между Азербайджаном и этой организацией договор о внедрении этой услуги или технологии АСАН-ИМЗА. То есть это похожее какое-то сотрудничество, которое, как мы сейчас говорим, будет связано с созданием цифрового хаба или есть какие-то определенные... Я думаю, это даже более широкое применение. С ИССКО мы действительно в прошлом году подписали соглашение о внедрении технологии АСАН-ИМЗА в корпоративных целях обслуживания организации ИССКО. Почему мы начали работать с ИССКО? То есть выступая на многих конференциях по миру, я общаюсь с Мировым банком, с Организацией Объединенных Наций, я слышу, что очень многие говорят об электронном университете, почти все. Это, кстати, один из приоритетов, если вы знаете, United Nations Sustainable Goals, один из важнейших приоритетов, предоставит всему населению планеты, идентистет. Я поняла, что люди говорят в теории, никогда и лично не пользовались. Соответственно, мне было тяжело объяснить, почему в Африке очень тяжело будет использовать Адикарту. Потому что если человек никогда не используется, для него этот термин теоретический, практической жизни он не знает. Поэтому мы решили, что ИССКО прекрасная возможность, организация, которая объединяет более 52 стран исламского региона по всему миру, дать всем странам, членам, участникам попробовать, что такое Mobile-Adi в реальном режиме. И сначала они будут это сделать для корпоративной цели этой организации. Конечно же, мы смотрим дальше, возможность внедрения этой технологии во всех странах, членах ИССКО. Очень важно, что совсем недавно, пару месяцев назад, в мае месяце, было подписано соглашение между Центром экономических реформ при президенте и коммуникации с организацией ИССКО. Как раз о том, чтобы привлечь ИССКО для построения таких же моделей цифрового торгового узла и со всеми странами, членами ИССКО. Приведу вам пример. То есть недавно был запущен тоже торговый хаб электронной коммерции стран Средиземного моря. И по этим результатам сейчас интересно будет построить взаимоотношения нашего торгового хаба с этим хабом электронной коммерции. То же самое было сделано, вы знаете, что Азэкспорт у нас интегрирован с такой платформой, как Алибаба, eBay, Allbis и так далее. Думаю, что этот список скоро будет пополняться. Например, каким? Я не могу говорить все секреты сразу. Но, безусловно, для нас является приоритетом и страны Европейского Союза. То есть создание цифрового хаба – это вовлечение как можно больше различных организаций, в которые ходят несколько стран, для улучшения экономических связей тех же стран, которые будут участвовать. То есть я понимаю это таким образом? Не только для улучшения, но и для увеличения интенсивности торговых отношений. Поскольку сегодня все рынки конкурируют между собой. Конкурируют и в плане того, чтобы быть транзитным точкой для передвижения товаров. Самая главная задача, которую поставили на сегодня Азербайджаном – создать максимально удобные инновационные возможности не только для локального бизнеса, но и для иностранцев, которые хотят инвестировать в Азербайджан, которые хотят использовать возможности Азербайджана как транзитного хаба, возможность для наших будущих логистических центров. Все это будет работать только при том условии, что мы предложим что-то особенно отличное от других стран-конкурентов. Того же Казахстана, который тоже претендует на своего рода транзитный хаб. И другие страны. Я думаю, что сегодня в этой конкуренции победит та страна, которая максимально быстро сможет построиться к инновациям, использовать последние технологии. Я хочу также отметить, что сегодня очень популярное слово – блокчейн. Да. Да, все его везде говорят, используют. Мы тоже можем с уверенностью сказать, что первый стартап Азербайджана – Digital Trade Hub – использует тоже технологию блокчейна. Это распределенная технология, благодаря которой человек просто одним кликом сможет сразу же получить все необходимые справки для оформления экспортной процедуры. Если раньше ему нужно было пешком пойти в одно министерство, второе, третье, десятое, то сегодня благодаря порталу Азэкспорт и цифровому торговому хабу одним кликом вы сможете получить все необходимые справки. Вы отметили, что на данный момент налажено сотрудничество со странами ССК, с организацией ССК. Также в ближайшее время заработает, ну мы надеемся, сотрудничество со странами ГУАМ, как вы отметили. И вы также отметили страны Евросоюза и взаимодействие между ними. На данный момент между Азербайджаном и Евросоюзом обновляется документ о стратегическом сотрудничестве. Не так давно прошел бизнес-форум, на котором стороны обсуждали возможности взаимодействия. Одним из приоритетных называют формирование цифрового рынка. Какие подробности вам известны и будут ли задействованы Асан Имзао в новом соглашении? Ну, во-первых, уже большая работа сделана, это тоже небольшой сюрприз для наших телезрителей. В ближайшее время, я думаю, Центр по экономическим реформам и коммуникации анонсирует проект, который мы запускаем с Евросоюзом. Это возможность признания и валидации электронных цифровых подписей всех странах Евросоюза с Азербайджаном. То есть, тот же пример, итальянский бизнесмен решит ввести свой товар в Азербайджан, он подпишет своей итальянской подписью все необходимые документы электронные, и мы сможем ее здесь удостоверить и принять, соответственно, в обратном направлении тоже. То есть, такой проект уже запущен. Более того, вы знаете, что Эстония стала председательствующей страной Еврокомиссии в этом году. Вот в июле будет торжественная передача полномочий. И я знаю, что осенью планируется большая конференция. Эстония отметила, что во время ее председательства основной темы и ее как вклад, как страны, будет именно развитие единого цифрового рынка. И будет проводиться большая конференция стран восточного партнерства, куда приглашен уже Азербайджан. И была уже здесь делегация, которая проводит эту конференцию. Были им представлены наши технологии цифрового торгового хаба. И Асан Хидмят в том числе вызвал огромный интерес. Если до этого не было совсем другое видение, как будет Азербайджан представлен на это конференцию, то они полностью поменяли свою адженду и сказали, что это та тема, которую обязательно необходимо в этой конференции озвучить и подумать, как привлечь страны восточного партнерства к концепции единого цифрового рынка Евросоюза. Мы будем очень надеяться на внедрение этой технологии в работе с Евросоюзом. А уже есть небольшое подспорье. Эстония и Азербайджан подписали, насколько я помню, меморандум о взаимопонимании. То есть уже есть прецедент для дальнейшего развития отношений в цифровом мире. Это было сделано в 2014 году в Европарламенте. Это было крупномасштабное мероприятие. Такой меморандум был подписан. Впервые был подписан электронный документ с подписью Эстонии, Азербайджана. Это был первый шаг внедрения Асан-МЗ на рынке международном. То есть еще в 2014 году мы уже предвидели то, что сегодня уже свершилось. То есть тогда это было больше в теории, а сегодня мы уже наблюдаем это в практике. Госпожа Кримпа, могли бы вы нам вкратце рассказать, как работает Асан-МЗа, то есть принцип работы? Асан-МЗа работает очень просто. Все, что вам необходимо для этого, это обычный мобильный телефон, любой, не обязательно смартфон, сим-карта, на которой находятся сертификаты Асан-МЗа, получить такую специальную сим-карту, включить свой телефон и начинать пользоваться. Все, что вы должны запомнить, это два ПИН-кода. ПИН-1 для того, чтобы открыть двери в электронный мир, и ПИН-2 для того, чтобы подписать любую транзакцию, которую вы в этом электронном мире делаете. Если мы говорим о том, что данная услуга будет предоставляться в посольствах, в депмиссиях Азербайджана, то каким этот образом процесс будет регулироваться, каким образом будет всаживаться этот чип на сим-карту пользователя, предположим, китайской стороны? Китайские пользователи, которые захочут получить Асан-МЗу в Китае, заполнят электронную заявку со всеми необходимыми документами. Здесь пройдет проверка, примерно процедура такая же, когда вы получаете визу. То есть проверяется человек на предмет его лояльности и чистоты. То есть если он не связан с криминалом, добропорядочный гражданин, то вносится решение о предоставлении ему электронно-цифровой подписи Асан-МЗа Азербайджанской республики. Будет присвоен ему новый ФИН-код, и он станет участником нашего электронного правительства. Хорошо. Госпожа Кримпи, в ранних интервью вы нам отмечали, что вы большую часть своей жизни проводите в самолетах, популяризируя нашу технологию, азербайджанскую технологию в различных странах мира. Кого можно сегодня считать потенциальными клиентами технологии Азербайджанской Асан-МЗа или мобильного идентитета? Ну это будет нескромно. Весь мир, я считаю, потенциальный клиент Асан-МЗа. Почему так говорю? Что сегодня мы наблюдаем в мире полностью изменения вообще понятий отношения к интернету. Если вы помните, буквально пять лет назад мы говорили о свободе, о новом виде передвижения, то есть в интернете нет никаких границ, все открыто, все анонимно, то сегодня мы видим абсолютно обратную тенденцию. Интернет перестал быть просто игрушкой, это среда, которая полна опасности, это возможность для распространения терроризма, преступлений, криминала. Поэтому все страны начали задумываться о том, как закончить эпоху анонимности в интернете. Безусловно, здесь ключевую роль будет играть такого рода электронный идентитет, как мобильная цифровая подпись. И эта технология очень простая в использовании, она доступна любому человеку, что очень важно. Почему у нас большой интерес, особенно со стран Африки, где есть ограничение доступа людей к интернету или коммуникации, но очень широко используется мобильный телефон. И сегодня, если мы посмотрим на мировой тренд, почти вся планета, все население использует мобильный телефон. То есть, в принципе, этот инструмент есть в руках любого человека на планете. И нужно понимать, что мобильная цифровая подпись дает возможность не только для таких эксклюзивных сервисов, может быть, развитых стран, но она даст огромную возможность доступа людей из более бедных стран к равному образованию. То есть, сегодня мы же наблюдаем уже за цифровым образованием, за финансовыми услугами. То есть, такого рода интернет очень важен. Чем он проще и доступнее, тем более доступны будут людям глобальные сервисы. Поэтому интерес к нашей технологии очень большой. Ну, если говорить о потенциальных странах, которыми мы уже работаем, то это наряду с странами ССК, Марокко, это Украина, это Иран, это, кстати, Афганистан, это Вьетнам. То есть, я могу продолжать этот список. География, как вы видите, абсолютно различна. То есть, вот недавно поступил запрос из Болгарии. Уже второй раз я езжу в Польшу, консультирую польское правительство на тему того, как возможно внедрение мобильной подписи в Польшу и так далее. Три страны, какие могли бы отметить, очень плотные сейчас идут переговоры и очень плодотворные идут беседы. Все страны для нас приоритетные. Кто из них первый выстрелит, это, как говорят, очень тяжело сегодня сказать. Но я думаю, что Украина на подходе, в принципе, Иран, поскольку огромный, там большой очень товарооборот между нашими странами. Это, безусловно, ряд европейских стран. То есть, здесь я не могу даже создать такой вот для вас рейтинг или рейтинг стран по готовности. Над чем работает сегодня ваша команда? Какие продукты вы создаете? Ну, честно сказать, мы для себя определили, что в основном мы работаем только в той области, которая связана с интеграцией мобильной цифровой подписи и сторонний сервис. Это тоже цифровой торговый хаб, те же возможности, где бы люди могли использовать осанным зуб. Потому что важен ведь не сам продукт, правильно? Важно, что вы с этим продуктом сделаете. Это самая главная история успеха. Для нас, почему Азербайджан так интересен сегодня, кстати, вот буквально две недели назад меня пригласили в ООН на всемирный саммит идентитета. К сожалению, по личным причинам я не доехала до Нью-Йорка, но в целом это уже показатель того, что почему мы интересны для международных организаций, именно по возможности применения технологий. То есть что люди могут сделать с этой подписью. Госпожа Кримпи, очень интересное интервью. Мы благодарим за то, что вы пришли к нам в студию. Спасибо вам большое за приглашение, всегда рада. А я напомню, это была Яна Кримпи, создатель азербайджанской технологии Асан Имза. И мы говорили об интересе к этой технологии со стороны других стран мира и о проекте по превращению Азербайджана в цифровой хаб. Всего доброго. Азербайджан Азербайджан